Друзья, всем добрый вечер! Сегодня с вами я, Елена Кудрявцева. Друзья, тема у нас сегодня достаточно интересная. Как управлять аудиторией и вести за собой людей с помощью имиджа и харизмы. Что же такое харизма? Вообще, мне кажется, что каждый из нас хочет быть харизматичной личностью. Вообще, харизма в переводе с греческого языка – это дар богов. А возможно, все-таки харизма – это не дар богов, а навык, который можно натренировать. Мне кажется, что харизма – это набор навыков, которые на протяжении всей нашей жизни каждый может тренировать. И обязательно приобретать какие-то новые навыки. Совершенно, абсолютно с этим я не могу поспорить. И не зря, друзья, все политики, звезды, какие-либо лидеры ведут за собой. У них крайне сильно развито, потому что харизма и обаяние. И мы, люди, это чувствуем. И также я уверена, что харизма может быть и врожденным навыком. Но если ее использовать не в нужном направлении, то мало кто скажет о вас, что вы харизматичны. И поэтому харизму обязательно нужно время от времени прокачивать. Также хочу заметить, что энергетика. Энергетика играет очень важную роль. Ведь то, как себя чувствуют другие люди в вашем присутствии, в вашем окружении, говорит о многом. Если они заряжаются позитивом, желают больше проводить с вами времени, больше с вами общаться и делают это с огромным удовольствием, то, дорогие друзья, я вас поздравляю. У вас очень добрая, притягательная и приятная энергетика. И она наполняет все вокруг вас. И вы, знаете, вы как бы светитесь изнутри. Мои аплодисменты вам. Вообще, харизма состоит из трех составляющих. Первое – это сила. Второе – это теплота. И третье – это присутствие. Теперь предлагаю сейчас разобрать три составляющие и хочу начать, пожалуй, с присутствия. Друзья, скажу вам, что безумно важно уметь захватывать внимание с самой первой секунды общения. Скажите, замечал ли кто-то из вас, что когда во время разговора с кем-либо, со своим оппонентом, именно на каком-то кульминационном моменте, он задает вам вопрос такого характера. Что? Что ты сказал? Прости, я не понял, я не услышал. И, конечно же, мы сразу можем понять, что человек, он где-то не здесь абсолютно. Он где-то витает в облаках. И, точнее, его одна часть, она как бы присутствует с вами, а мыслями он находится в абсолютно другом месте. Да, если мы делаем вид, что нам жутко интересно, мы все как будто бы сосредоточены на человеке, на оппоненте, с которым мы разговариваем, но на самом деле-то мы понимаем, что нам в одно ухо залетает, а из другого также с такой же скоростью абсолютно вылетает. И человек это сразу считывает. Он это понимает, что вы делаете вид, создаете бурную деятельность, но вы не слышите его, не чувствуете, вы не задаете каких-то уточняющих вопросов. И сразу это считывается. Поэтому присутствие, оно крайне важно. Важно учиться быть в моменте, то есть быть здесь и сейчас. И сосредоточиться именно на предмете разговора. Как раз-таки, друзья, сейчас я хочу с вами поделиться одной техникой для концентрации своего внимания. Итак, проделаем ее прямо сейчас в нашем прямом эфире. Что нужно сделать? Это первое – закрыть наши глаза. Друзья, сосредоточьтесь на себе самому. Почувствуйте, что вы сейчас ощущаете, какие запахи вокруг вас, какие, возможно, звуки находятся в месте, где вы сейчас находитесь. Прислушайтесь к посторонним звукам, которые, возможно, за окном. Возможно, кто-то сигналит. Возможно, вы слышите топ от соседей. Быть может, что-то еще. Мяукающую кошку или плакающего ребенка. Главное – закрыть глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании, на том, как движется ваша диафрагма, на своих пальцах рук, на пальцах ног. И дышите ровно и спокойно. Вдох диафрагмой. Выдох. Вдох. Выдох. Друзья, делайте это упражнение в течение одной минуты. И после того, как вы выполните это упражнение несколько раз на протяжении хотя бы одного месяца, вы уже почувствуете, что гораздо быстрее начали включаться в ситуацию. Поэтому, помните, я вам говорила, чтобы вы запасались блокнотиками и ручками, записывайте себе эту практику и обязательно проделывайте. Итак, дальше переходим к следующим составляющим харизмы. Это сила и теплота. Я считаю, что эти две составляющие, они неразделимы, поэтому буду рассказывать о них вместе. Вообще харизматичные люди выбирают себе особый вид поведения, и в их присутствии другие люди чувствуют себя счастливо, и они как бы греются в этих харизматичных лучах. Сила, которую излучает уверенный в себе человек, она, конечно же, привлекает. Мы как бы хотим находиться возле него, хотим немного даже быть похожими на этого харизматичного человека. И харизматики, они точно знают, чего хотят, и всегда чувствуют себя в любом месте, как на своем. И первое, что видят люди при встрече, это, конечно же, язык тела. И другой человек может считать сразу, сразу, абсолютно сразу, с первой секунды, насколько вы харизматичен. Харизматическое поведение, оно должно зародиться сначала в нашем разуме, а потом, уже потом мы из внутреннего будем переходить к внешнему. Что такое харизма, мы обсудили. А теперь мы начинаем беседу о том, что же такое имидж. Итак, друзья, давайте разбираться, что такое имидж и чем различается имидж от харизм. Имидж и харизма в корне различные понятия. Имидж можно создать с помощью одежды, различных аксессуаров, прически и тому подобное. А харизму как раз-таки можно и нужно развивать. Если харизма еще пока не сильно развита, то вам поможет отлично сделанный и продуманный до мелочей имидж. Сейчас как раз-таки сказала пару слов об имидже, что это такое, с чем его едят. И хочу больше углубиться на ту тему и поговорить о имидже наших популярных звезд. Итак, начну, пожалуй, я с Ирины Хакамады. Давайте разберем ее особенности приемов имиджа. Посмотрите, уже жесты сразу говорят о человеке, что она такая яркая, задорная. Она создает академичный образ, образ ученого. Смотрите, у нее короткая стрижка, деловая и одновременно мальчишеская прическа позволила ей как раз-таки сократить гендерный контраст между мужчинами-политиками. Посмотрите, у нее очки, такие довольно-таки строгие, сдержанные. Они добавляют образу академичности. Человека в очках мы всегда воспринимаем как умного и начитанного человека. Конечно же, это значит, что мнению этого человека мы можем спокойно доверять. Сейчас у нас наверняка вы узнали, кто это. Мне кажется, в нашем современном мире трудно его не узнать. Это Юрий Дудь. Особенности приемов его имиджа. Он создает образ такого своего парня в доску. Юрий Дудь не боится задавать щепетильные вопросы. Он постоянно спрашивает, вы знаете этот вопрос, а сколько ты зарабатываешь? В чем сила? В чем правда? Да, эти щепетильные вопросы на самом деле не каждому легко даются, не каждый сможет на них спокойно и легко ответить. Он относится к себе с самоиронией, и если не знает тему глубоко, он сразу же предупреждает гостя, что вопросы, возможно, будут глупые. Итак, мы идем дальше. Следующий у нас это Ксения Собчак. Вообще Ксения Собчак в любом шатком положении умеет выйти из ситуации. Она умеет найти ту самую точку опоры. Она изобретает себя заново. Она постоянно разная, другая. И никогда не теряет уверенность и чувство харизмы. Она справляется с негативом в свой адрес лучше, чем многие публичные персоны. Она при всем при этом не давит на жалость, не показывает свою агрессию, не считает себя жертвой ни в коем случае. И секрет, по ее собственным словам, в этом всем в том, что ей как бы наплевать, абсолютно наплевать, что о ней подумают. Следующий у нас, вот он, Дмитрий Лебедев. Особенности приемов его имиджа. Посмотрите, у него такие достаточно яркие волосы. Это уже тоже говорит о его образе, о его эпатажной бунтарности. Он, на самом деле, примерил носить в своих волосах разные цвета. Все, мне кажется, цвета радуги. Он проколол уши и создал кучу резонансных дизайнов. Посмотрите, он выглядит достаточно эпатажно, достаточно ярко. Артемий Лебедев, совершенно верно. Прошу прощения, Артемий. Он не вписывается в рамки общества, и при этом он имеет точку зрения свою собственную. Она отличительна от всех остальных. Кто это у нас? Друзья, это Владимир Познер. Особенности его приемов имиджа. Вы посмотрите, у него очень умный взгляд. Он интеллигент, который имеет широкий кругозор и может ответить на абсолютно любой каверзный вопрос. Мне кажется, этот человек очень уверен в себе. Он абсолютно категоричен. Возможно, он даже, не знаю, как подобрать это слово, но точно он харизматичен. Посмотрите, даже по взгляду, по его манере видно, что он яркая личность. Он эрудирован, образован, терпелив. Итак, мы идем дальше. И следующий у нас. Я помню, что Владимир писал, что он хотел бы разобрать вот этого человека. Друзья, посмотрите, это Владимир Жириновский. Он создал себе достаточно скандальный образ. Эмоциональная речь, крик. В первую очередь у него идут эмоции, а уже потом содержание. Но при этом он тоже создает такой образ своего парня. Владимир Вольфович искал у аудитории эмоциональный отлик. Раздражение или, наоборот, горячее одобрение. И только потом он уже переходил к главной мысли. То есть ему сначала нужно было побудить зрителя, заставить сопереживать, вытащить из зрителя какую-то эмоцию. И мне кажется, у него это всегда отлично получалось. И наверняка вы не догадаетесь, кого я хочу разобрать в следующем. Это такой образ нежный, таинственный. И она всегда такая как бы незнакомка. Смотрите, это Рината Литвинова. Она выражает своё отношение к какой-либо теме через дыхание, через паузы. И с помощью этих длинных пауз она создаёт ощущение, что был задан слишком личный вопрос и даёт понять это человеку. Она никогда не отвечает прямо на поставленный вопрос, если он кажется ей неприятным. Она переходит на другую тему, и собеседнику приходится также, конечно же, под неё подстраиваться и искать другую тему, которая ей больше нравится. На самом деле, друзья, всех этих звёзд мы узнаём не только по образу, да мы их узнаём прежде всего по голосу. Согласны со мной, что мы никогда не спутаем голос Жириновского с кем-то другим или необычную подачу и манеру речи, вот, например, Рината Литвиновой. Сейчас мы с вами поговорим о том, как же развить харизму и научиться вести за собой людей. Первое, конечно же, что нужно делать, это работать над уверенностью в себе. Очень важно избавляться от страхов, от каких-либо сомнений, от обид, которые преследуют нас на протяжении всей жизни. И это, конечно же, я понимаю, что это не быстрый процесс, но есть одно простое упражнение. Сейчас я с вами им поделюсь. Берите, как я вам уже говорила, берите свой блокнотик, либо тетрадку, что у вас есть. Можно просто лист бумаги, ручку и пишите все свои таланты, все свои достижения. Пишите всё, что вы хотите вспомнить. Пишите, возможно, кто-то из вас занял призовое место на Олимпиаде, кто-то ходил в художественную школу или что-то ещё. И даже если вы думаете, что вы всё и так прекрасно помните, что не нужно ничего конспектировать, ни в коем случае не поленитесь и выпишите всё это на бумагу. Для вашего мозга важно не просто знать, также важно это видеть. И как раз-таки, друзья, такое упражнение вам поможет почувствовать себя более значимым, более важным и, конечно же, уверенным в себе. И что нам ещё нужно сделать, чтобы развить харизму и научиться вести за собой людей? Это обязательно прокачивать свой эмоциональный интеллект. Все наши, знаете, эти... Я себя как-то чувствую неловко, как-то я непонятно, я не понимаю свои чувства, я не понимаю, чего я хочу, не могу добиться своих целей. Они воспринимаются со стороны как неуверенность в себе и слабость характера. И я вам хочу сказать, чтобы вы искали мотивацию, искали желание. Итак, наверняка каждый из вас вёл в детстве свой личный дневник. И никогда не поздно его завести, если даже вы не практиковали это. Хочу вам предложить, чтобы вы на протяжении целого месяца вели дневник эмоций. Утром, в обед, возможно, вечером записывайте абсолютно всё, что вы чувствуете. Постарайтесь понять, что именно вызвало у вас ту или иную эмоцию. И подумайте, как улучшить ситуацию, чтобы, например, ослабить напряжение, если, возможно, вас что-то вывело из себя и из колеи. Это классное упражнение вести дневник. Оно действительно работает. Рабочее, хорошее упражнение. Идём дальше. Что нужно делать, чтобы развивать свой харизм и научиться вести за собой людей? Конечно же, это проявляться. Проявлять себя в любом окружении, в котором вы находитесь, и ничего не бояться. Не бойтесь высказывать свои мысли. Если вы привыкли отмалчиваться, пожалуйста, делайте всё наоборот. Начинайте уже, наконец-таки, подавать этот голос. Конечно же, лучше делать это постепенно. Например, вы можете рассказать о своей позиции по какому-либо вопросу коллегам, друзьям. Лучше выбрать сначала какую-то безопасную тему, которая не вызовет ожесточённых дискуссий. И важно развивать лидерские навыки. Всегда будьте инициативны. Предлагайте свои идеи. Объединяйте людей вокруг себя. Рассказывайте им что-то интересное. Вы можете начать с малого. Даже, например, рассказывайте просто анекдоты. Смешные анекдоты всегда с разными интонациями. Это классный тоже навык. Рассказывайте анекдоты, и потом через неделю делайте для себя какие-то выводы и думайте, так, вот здесь я сказал с такой интонацией, и люди всего лишь ухмыльнулись. А здесь я немножко вот этого добавил, вот тут, а ещё я бровку поднял, и люди засмеялись. И именно от того, как вы подаёте информацию, будет зависеть отношение к вам. Ну а сейчас хочу всем сказать пока-пока. Спасибо вам большое. До новых встреч. С вами была Елена Кудрявцева и школа ораторского искусства «Король говорит».